Даже зайти на территорию? Да вы что? Прямо без предварительного уведомления. А кто вас так уполномочил? Ну, раньше не было трубы, труба появилась, как вот, появился завод. Происходит сброс воды, жидкости какой-то, вонючий, непонятный. Спустя полгода Всероссийское общество охраны природы снова в деревне Алешина Пушкинского района. Однако проблемы все те же. Опять завод Реополимер, опять стоки, сбросы, вони, резь в глазах и жалобы местных жителей. Казалось бы, обо всем договорились, подписали дорожную карту, определили пункты, которые будут соблюдать. И вроде бы все должно быть нормально, но нет. Опять вот эта вот грязь течет на протяжении нескольких километров, впадает в пруд и в итоге оказывается не где-нибудь, а в Пестовском водохранилище. Запах, запах, да, ядовитый запах, задыхаешься, то есть ученое сердцебиение. Вот все на стороне абы как. И вроде бы есть хорошая идея. Классное, мощное, современное предприятие, которое занимается утилизацией пластика. Понятно, что надо избавляться, но не таким же варварским способом. Ну, кто-то денег зарабатывает, наверное, на этом и все. Пока не будут реализованы все мероприятия по дорожной карте и не будут отстроены и усовершенствованы очистные, чтобы это все было приведено в норму, мы не оставим ни на минуту контроль за этим предприятием. Причем еще непонятно, что здесь было вреднее. Непереработанный пластик или вот эти вот отходы, которые впадают в воду и текут в Пестовское водохранилище? Невооруженным взглядом видно то, что до трубы вода течет чистая, а после уже видны иловые отложения. До каких пор мы будем гадить сами себе и загрязнять ту воду, которую в итоге наливаем себе из кранов, готовим на ней пищу и даем пить своим детям? Когда уже наконец проснется вот это наше гражданское самосознание, и мы перестанем сорить в собственном доме, в котором живем? Будем добиваться все-таки, чтобы до нормального состояния довести, чтобы было можно жить. Мы будем продолжать следить за этой ситуацией. Редактор субтитров А.Семкин